всем привет дорогие друзья и подписчики а также гости моего кулинарного канала где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд в этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления такой вот красивой а главное вкусной куриной грудки чтобы узнать рецепт смотрите видео дальше желаю вам приятного просмотра для этого рецепта мне понадобится глубокая емкость для маринования которую я добавляю сразу 120 миллилитров сливок жирностью 25 процентов подойдут любые сливки жирностью от 20 до 30 процентов добавляю сюда 3 чайной ложки черного молотого перца чайную ложку паприки чайную ложку горчицы горчица у меня домашняя очень острая если берете покупную то можете положить или полторы чайной ложки или 2 не беру чайную ложку без горки соли соль у меня морская вы можете взять обычную еще нужно сюда добавить 3 зубчика чеснока они у меня крупные вы можете их пропустить через чеснокодавку а я буду натирать на мелкой терке потому что у меня чеснокодавки нет а теперь весь маринад перемешиваю перемешиваю тщательно чтоб все специи равномерно распределились всем сливкам горчица чтобы тоже растворилась чтоб не оставалось одним комком в одном месте все маринад мой готов далее беру филе 3 куриных грудок на каждой грудке делаем глубокие надрезы и так чтобы лезвие ножа не доходило до конца надрезанное филе перекладываю маринад хорошо обволакиваю маринадом филе и так поступаю со всеми грудками теперь оставляю мариноваться на 30 минут конечно желательно оставить подольше мариноваться от 4 до 8 часов но у меня времени нет поэтому оставлю только на 30 минут полчаса прошло маринование я продолжаю готовить куриную грудку беру 150 грамм российского сыра и один крупный мясистый помидор мясистый помидор разрезаю пополам удаляю место скрепления плодоножки и и нарезаю полукругом и толстыми полукругами и пластины также нарезаю из сыра количество пластин должно быть столько же сколько надрезов на грудки теперь каждый надрез я вставляю пластину сыра и кусочек помидора напоминаю что надрезы на грудки должны быть глубокие но при этом чтобы они не были разрезаны полностью то есть грудка должна снизу оставаться еще целой вот так каждый надрез я помещаю пластинку сыра с помидором повторяю так со всеми грудками теперь всю эту красоту мне нужно накрыть фольгой сверху желательно чтобы высота формы в которой вы будете запекать была большой и при запекании чтобы фольга не соприкасалась с сыром накрыв фольгой теперь я отправляю грудки запекаться при 180 градусах на 30 минут по истечении 30 минут я снимаю фольгу и убираю филе грудки в духовку еще на 10 минут запекаться без фольги через 10 минут достаю уже готовую грудку с помидором и сыром в сливках можно для красоты сразу же посыпать своей любимой зеленью у меня укроп можете посыпать также петрушкой кинзой даже можете базилик но кого что есть или кто что любит вот вам с близкого расстояния какая получается грудка она и красивая ароматная ну и конечно же самое главное вкусная гарнир уже выбирайте сами потому что грудка как вы видите вместе соусом ну а на этом я с вами прощаюсь благодарю за просмотр всех кто посмотрел это видео до конца не забывайте под видео нажимать палец вверх подписывайтесь кто еще не подписан и жмите на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео а также пишите в комментариях свое мнение о рецепте и о видео в целом желаю вам всего доброго подписывайтесь на наш канал спасибо Продолжение следует...